Всем привет, ребят! Сегодня на обзоре у нас фотополимерный принтер Elfine 3 Mini от компании Nova 3D. Устройство обладает неплохими характеристиками и современными технологиями 3D печати. В данном обзоре посмотрим его комплектацию, настройку и, конечно, пример печати. Но давайте обо всем по порядку. Переходим вот с такой коробочки. Все аккуратненько, небольшое. Коробка брендирована. Давайте вскроем, посмотрим, что у нее внутри. Первое, что у нас включает, это инструкция полностью на русском языке. Инструкция по сборке, по настройке, меры предосторожности, всякие QR-коды и так далее. Далее инструкция на других языках, более большой такой вкладочек. Блок питания. Блок питания на 3 А. Далее вот такой вот блок спинопласта. Корабулька. Корабулька с какими-то звенящими чиндалами. Давайте посмотрим, что там. Здесь получаются у нас фильтры, фирменные перчатки. Набор дополнительного крепежа и шестигранники. Желтый шпатель. И вот такая вот флешечка на 4 гигабайта. Флешка брендирована. Новая 3D. Кстати говоря, прикольно. Больше в комплекте у нас ничего нет, кроме шиного принтера. Принтер упакован на таком вот поддоне. Плюс прослойка из пенопласта. За безопасность доставки можно не беспокоиться. Далее идет вот такой вот кожух. Полностью брендирован тоже. Новая 3D. Давайте с самого интересного. Принтер очень плотно сидит. Не совсем понятно, как его здесь доставать. Сам принтер очень плотно стоит на подставке. Это хорошо. Ну и сам принтер. Выполнен в таком вот минималистическом исполнении. В треугольной форме. На оси Z расположена линейная направляющая. 15-я. В целом должно работать все очень хорошо. Сзади у принтера расположен USB-порт. Порт питания. И сетевой разъем для подключения его к домашней сети. Поэтому управлять, я думаю, принтером можно будет удаленно. Давайте его потестим в работе. Посмотрим, какие у него возможности. Что он из себя представляет. Поехали. Давайте посмотрим на принтер поближе. Посадка защитного колпака очень плотная. Ничего не люфтит. Ощущается дорого и приятно. Сам колпак спаян и края шлифованы очень аккуратно. Выглядит красиво и необычной формы. Вернемся к оси Z. Ось очень прочно установлена. Никакого намека на люфт нет. Также каретка, которая стоит на 15-й направляющей, не имеет люфта ни в какой плоскости. Это должно хорошо сказаться на качестве печати. Посмотрим. ШВП тоже отлично установлено. Все плавно. Короче, за это большой плюс. Сама платформа небольшая. Прижимается одним винтом сверху. Имеет очень необычную калибровочную систему. Но перед калибровкой давайте посмотрим на остальные компоненты. Платформа имеет размеры печати 120-68 на 150 мм. Принтер позволяет печатать с разрешением 50 микрон по осям X, Y. А высоту слоя можно уменьшить до 25 микрон. Скорость печати должна быть высокая, так как используется монохромный дисплей, который пропускает больше света за единицу времени. Поехали дальше. На дне ванночки имеется транспортировочная защита. Ванночка фиксируется двумя винтами, которые, кстати, зафиксированы в ванночке, очень удобно. Ванночка полностью пластиковая. И вот тут скрывается основной, на мой взгляд, минус. Это невозможность замены пленки без покупки ее сразу вместе с рамкой у официалов. То есть рамка продается сразу уже с натянутой пленкой. А вот суперудобная штука – это ножки на дне ванночки. Спасибо за такую простую, но крайне полезную фичу. У меня всегда возникали проблемы, куда бы поставить ванночку после печати, чтобы не касалась пленка. А тут бамс, и просто ставим на стол. Это офигенно удобно. Также имеется отметка максимального уровня наполнения ванны. И носик для слива полимера. Вроде выпирает, и должно быть удобно сливать. Итак, давайте подключим принтер к питанию и настроим его. После подключения питания принтер включается зажатием кнопки на лицевой стороне. Первым делом производитель рекомендует проверить целостность и правильность работы дисплея. Для этого есть отдельное меню. Запускаем его и смотрим, чтобы не было трещин и свет проходил равномерно. Далее – калибровка платформы. Производитель заверяет, что его система очень точная и позволяет аккуратно настроить каждый угол платформы. Для калибровки сворачиваем обычный лист А4 пополам и кладем на дисплей. Сходим в меню калибровки и нажимаем Z0. Платформа опустится и плотно прижмет листок бумаги. Задача – сделать так, чтобы листок был равномерно не сильно придавлен. Проверяем каждый угол, чтобы усилие смещения листка было одинаковым. Регулируем положение платформы четырьмя винтами с помощью шестигранника из комплекта. После того, как все настроили, жмем кнопку «Сохранить», чтобы запомнить положение платформы. И поднимаем платформу наверх. Чтобы удостовериться, что все настройки сохранились, просто заново кладем лист и зажимаем Z0. Лист должен смещаться с точно таким же усилием, как и при калибровке. Все отлично. Теперь можно приступать к печати. Снимаем с ванночки защитную пленку и устанавливаем на штатное место. Ее необходимо плотно притянуть винтами. Для печати я буду использовать смолу от компании Rezion. Ее свойства мне очень понравились, рекомендую. Наливаем смолу в ванночку. Важно не перелить выше отметки, иначе можно залить принтер во время печати. Закрываем колпаком и запускаем печать, предварительно выбрав необходимый файл на флешке. Для подготовки к печати рекомендуется использовать слайсеры Chitubox или Litchi Slicer. В настройках программ можно выбрать данный принтер и без проблем подготовить модель к печати. Печатает принтер относительно негромко. Но если поставить его рядом с рабочим местом, то могут возникнуть неудобства от звука мотора. Пока идет печать, давайте пробежимся по основным параметрам меню принтера. На главном экране 4 основных меню. Первое показывает статус печати. Толщину слоя, количество слоев и текущий слой, предпросмотр текущего слоя, прошедшее и общее время печати. Также тут можно поставить печать на паузу или отменить ее. Второе меню – это доступ к файлам с флешки. Отсюда можно запустить файл на печать или удалить его. Третье меню открывает доступ к управлению платформой. Как раз это меню мы используем для калибровки и сохранения нулевого положения платформы. Четвертый пункт меню – это основные настройки принтера. Проверки обновления, прошивки и настройки языка. Также из этого меню можно запустить тесты дисплея. То, что делали при первом включении принтера. И далее тоже интересная функция – очистки ванночки. Ставим ванночку с остатками смолы и запускаем очистку. Дно ванны равномерно засветится, и после этого можно просто удалить затвердевший лист смолы. Настройка подключения к сети. И пункт с основной системной информацией. Прошивка хорошая, ничего лишнего, мне понравилось. Итак, давайте вернемся к печати. После завершения платформа поднимется, чтобы легко снять ее вместе с отпечатком. Фигурка напечаталась хорошо, но она покрыта остатками жидкого полимера, который необходимо отмыть в спирте. Можно использовать изопропиловый спирт, он отлично справляется с данной задачей, и его легко достать. Не рекомендую голыми руками работать с полимерами и спиртом. Поэтому используем хозяйственные перчатки. Отделяем отпечаток от платформы металлическим шпателем. Рекомендую сразу протереть влажными салфетками платформу и инструменты от жидкого полимера. Это удобно и быстро сделать сразу. Сама фигурка тоже покрыта вся жидкой смолой. Опускаем ее в спирт и отмываем. Я для этих целей использую автоматизированную мойку, это очень удобно. Но вот так гораздо лучше. Фигурка имеет четкие границы и видно всю детализацию. Но чтобы получить финальные свойства изделия, его нужно дополнительно засветить в ультрафиолете. Ставим под свет на пару минут и получаем финальное изделие. Качество очень достойное. Воблинг отсутствует, детализация хорошая. В целом это отличный принтер в своем ценовом сегменте. Оставляйте в комментариях отзывы о данном принтере. Плюсы, минусы, альтернативные решения с заменой пленкой. Ну и конечно поддержите лайком данное видео. Подписывайтесь на мой канал и до новых обзоров. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok